Господи, Боже мой, слава Тебе, Христе Божий наш, слава Тебе, милость Твоя, Господи, полна земля, Господи, слава Тебе, Боже всемогущий, открой сердца людей к принятию Твоей истины, это можешь сделать только Ты, Господи, Боже мой. Иного Бога нет, кроме Тебя, и милости Твоя, полна земля, Господи, будь милостив ко мне грешным, спасти и помилуй, спасти и защити, найди новые души, и помилуй нас, Господи, из этой глубины адской, извлеки людей, чтобы они познали свет истины, приняли Тебя Христа, как спасителя своего, коснись их сердец, ибо народ не знает Тебя, Господи, люди утопают в веке, найди их, Владыка, духом Твоим святым просвети сердца людей, это можешь сделать только Ты, единый вечный Бог, и кроме Тебя, Господи, нет иного. Мы к Тебе, Владыка, обращаемся, мы перед Тобою стоим, наполни нас благодатью Духа Твоего Святого. Мы с вами патриарха, епископов, священников, пасту, и даруем всем духовное рождение святое. А может со мной поговорить? Господи, всем даруй духовное рождение Духа Святого. Вы можете со мной поговорить? Коси сердце правителей, дай им страх Твою Святой, и сохрани их от покушения на них. Вы можете со мной поговорить? Чтобы жизнь нас жить безмятежно, уповая на милость Твою, Господи. Господи, прими нашу немощную молитву, к Тебе прибегаем, на Тебя надеемся. Коси сердце этих людей, которые приходят сюда. Покажи им ту бездну, куда столкнул дьявол, множество людей, не знающих Тебя. Избави их от пьянства, разврата, от воровства, от всего, что не славит Тебя, Господи. Покажи им, что будет суд Твой святой. И всем придется предстать предсудилище Христово, чтобы получить каждому, соответственно тому, что Он делал в жизни, доброе или худое. Дай свет просвещение Евангелия. Побуди на благовестие весь народ Твой, ибо погибает страна без Тебя. Всюду воровство и прелюбодеяние, кражи и ложь, измены и двоедушия. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Пощади, Владыка, творение Твое. Просим Тебя, Господи, за этот народ несчастный, не знающий Тебя, погибающий в отраве, в воровстве и лжи. Господи, услыши молитвы святых Твоих, обращающихся к Тебе. Помилуй страну российскую и весь мир, стоящий на грани катастрофы. Научи наценить это мирное время, Господи, и приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную. Пощади достояние Твое, детей верующих Тебя. Коснись сердце язычников, христиан, мусульман, буддистов и всех, кто не знает Тебя. Откройся им, Господи, Твоей простоте и любви, что Ты умер на Голгофском кресте, пролил причистую кровь за всех людей во всем мире. Ибо Ты воистину несогнец Божий, берущий на себя грех мира, Господи. Дали народу раскаяния и правителям страх Твой, дабы не угнетали народ Твой. Издавали мудрые законы. Пощади, Господи. Помилуй, Господи. Мы все простираемся. Помилуй и спаси наследие Твое. Помилуй и спаси наследие Твое. И отопи эту страну и землю всю к великим и грозным испытаниям, грядущим на вселенную. Откроем слово Евангелия Твоего. Допознаю Тебя единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа, Спасителя нашего. Ты наш Искупитель. Ты умер за наши грехи. Чтобы, веруя в Тебя, мы имели жизнь вечную. Не верующие в Сына Божия имеют жизнь вечную. А не верующие в Бога и в Сына Твоего не увидят в жизни. Но гнев Божий пребывает на нем и вечный огонь мучений за гробом. О Господи, откроем слово благовестия. Пошли добрых миссионеров, благовестников во все концы земли. И проповедуется Евангелие Твое на всех языках мира. Будь милостив к нам. Из этой бездны греха извлеки народ. Пошли им свет Евангелия Твоего. Боже мой, мы нашли Тебя. Мы услышали Тебя. И желаем исполнить Твою миссию. Для многих донести слово любви Твоей. Как Ты возлюбил любящие творения Твои. Хвала Тебя, наш Господь. Слава Тебе, милосердный Создатель. Пощади эту страну, утопающую в грехах. И пошли, Господи, благовестников Твоих. Ко всем на земле живущим людям. Христианам, язычникам, мусульманам и буддистам. И всем, кто желает наследовать жизнь вечную. Дабы за гробом не ждала их вечная погибель. И огонь гиенский неугасающий, червь неумирающий. Только Ты это можешь сделать, Господи. Чтобы народ не отравлял себя. Леди Твою. И помилуй эту страну. Мир вам. Мы православные христиане. Людям рассказом о Боге, о спасении души и вечности. Ага. О смысле человеческой жизни. Вы верующий человек? Ага. Верующий. Мы людям рассказом о Боге, о спасителе Христе, который явился в мир, пришел в мир для того, чтобы спасти человечество от грехов. Он свою жертву, Иисус Христос, взял все грехи мира на себя и всякие верующие в Него. Имеет прощение грехов и жизнь вечную, которую Господь обещал любящим Его и исполняющим Его святые заповеди. Ага. Иисус Христос, чтобы исправить себя, не блудить, не пьянствовать, это я с собой ничего не мог сделать. Почему? Потому что я во грехе был. Я раб греха был. А Христос меня освободил. Когда мне в руки попала Святая Библия, вот наша православная Святая Библия, вот написана Библия, тогда она мне, вот эта книга, Господь так сделал, изменила меня полностью всю мою жизнь. То есть я стал жить для Бога, для Христа. Всю свою жизнь отдал на это. Это Новый Завет? Да, это Новый Завет, но Библия это вся полностью, и ветки Новый Завет включают в себя. А жить? Почему, когда Вы Новый Завет, то есть люди написали? Написано, написали святые, Божьи, человеки, движимы Духом Святым. То есть Господь влагал им мысли свои, они писали рукой. Своей рукой только писали, а Господь влагал, что им написать им. А Горан, сколько уже почти, 6 веков не переписывался ни разу. А у Вас Библия переписывает уже Новый Завет, люди написали. Не переписывается, а перепечатывается. А перепечатывается, какая разница? Я как раз Господь говорит, я бодрствую... Я понимаю. Господь говорит... Я понимаю. Господь говорит, я бодрствую над Словом Своим. Господь не позволит изменить Библию. Запомните это. Потому что Бог за этим наблюдает. А почему это Новый Завет вышел? Почему? Почему не оставили Старый Завет? Ветхий Завет это был для того, чтобы... Все Ветхий Завет говорил, все пророчества говорили о том, что придет Христос Спаситель. И как раз в Новом Завете Господь дает Новый Завет. В Ветхом Завете написано было, врага ненавидит. Ты сам противоречит. Что противоречит? Сам себе противоречит. Был Ветхий Завет, заключен Бога с человеками. А сейчас заключен Новый Завет. Это после смерти Иисуса Христа. Иссы. Правильно? Написали его пророки. Ой, это апостолы, которые были его учениками. Написали его жизни. Как он жил, как ходил, проповедовал по земле. Ну и почему же снова Завет вышел? Повторите еще раз. Ну и почему же снова Завет вышел? Они оставили тот же. Многое в Новом Завете осталось еще из Ветхого. Что касательно, например, нечистоты женщины, не прикасаться к своей матери, не открывая ноготы матери своей отца. Это все в Новом Завете тоже осталось. Десять заповедей они сказались. Остались неуклонно. Не прелюбодействуй, не убей, не лжесвидетельствуй, не воруй. Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем. Это все заповеди остались, и десять. Просто это все возвышенно стало. Например, есть заповедь седьмая, я вам поясняю просто, для чего понять, что такое ветхий, а что такое новый. Написано, не прелюбодействуй. Вам понятно заповедь? Не прелюбодействуй. То есть жене не изменяй. А Господь Иисус Христос говорит, всякий смотрящий на женщину с вожделением, то есть желанием, умел себя. Ты уже прелюбодействовал сердце своем. То есть этим самым ты нарушил седьмой заповедь. Он возвысил этот закон, то есть он его не изменил, а возвысил. И из христиан будет более строгое взыскание. Также написано в Деянии 4.12, это у нас в Святой Биле в Новом Завете написано, нет другого имени под небо, которому надлежало бы нам спастись. То есть имя Христа. То есть Христос говорит, я есть путь и истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Вы считаете Иисуса Бога. Что? Значит, вы считаете Иисуса Бога. Мы его почитаем как Бога-человека. Бога-человека? Да. А вообще Бог? Бога почитаете? Вообще? Я же вам пояснил. Бога-человеком. То есть он был написан у нас беспрекословно. Великая благочестие тайна. Бог явился во плоти. Оправдал себя в духе. Показал себя ангелом. Проповедов в мире. Вознесся во славе. То есть когда его распяли, он на третий день воскрес и вознесся. Смотрите, у которого в православии есть святые люди, да? Почему вы не считаете Богом? Они служат в Божии? Потому что они человеки. А Иисус-то не служит человека? Он был Бога-человек. Я же вам... Я сейчас вам процитировал, что написано. Видите? Здесь перед человеком или вы верите, или не верите. Это уже от вас зависит. Мы лишь только свидетельством, что Господь сказал. Он есть путь и истина, и жизнь. Я верую по-своему. Как человек верует по-своему? Правильно? А вера должна быть одна. Спасительная. Одна вера? Одна вера спасительная только через Христа. А другие веры, это ты попадешь только в ад. Больше ты никуда не попадешь. То есть ты хочешь сказать, что мусульмане, буддисты, вот все остальные, это вообще не вера. Я вам говорю согласно нашей Святой Библии Нового Завета. Господь говорит, я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу Небесному, как только через меня, через Христа. Через принятие веры в то, что Он принес все грехи... Свои жертвы, взял все грехи мира на себя. И через эту жертву человек, верующий в Него, имеет прощение грехов и жизнь вечную. Все, другого имени нету спасения. А смотри, слушай сюда, смотри. Вот христианство делится. Католики есть, и православные, правильно? Да. Ну и протестанты. Да. Они все правильные веры, или только православные правильные веры? Написано, всякий верующий в Него, то есть во Христа, имеет спасение свое. Но также у нас есть учение... То есть я умру и попаду в ад, потому что я мусульманин, да? Потому что вы не веруете во Христа, который единственный есть путь спасения на небо. Все. Остальное... В исламе, знаешь, что тоже считается Иисус, но его Иса? Он пророком считается. Он пророком считается, да. И все люди, которые от Аллаха впечатляют, все пророки. Вы не забываете? Он был пророком. Он был и Богом тоже. Иисус Богом не был. Был. Просто вы в это не верите, а я верю, написано, как Господь, Отец Небесный о Сыне Своем свидетельствует. А кто написал Новый Завет? Святые Божии, человеки, движимы Духом Святым. Ученики, апостолы Христа, которые вместе с ним ходили на земле, видели его жизнь, как он воскрешал мертвых, как исцелял больных, как проповедовал Евангелие свое учение. Хорошо, а вот ты веришь в это во все. Ты же глазами этого не видел. А что такое вера? Вот вы же тоже Аллаха не видели, но вы в него верите. Вот давайте рассудим. Смотрите, я не видел Пушкина, я не видел Достоевского, известных писателей, он перечисляет. А ты видел его фотографии? Да я знаю, но я верю, что они были. Почему? Потому что они оставили после себя свои писания. То есть Достоевские, Пушки, там другие поэты знаменитые. А они люди, правильно? Они же люди. Они люди, да. А Христос был Бога-человеком. Бог. Ну все, будем про... Еще это, если у вас желание будет, у нас есть на Ютубе канал, «Во свете Библии, открытым оком». Заходите, вот там у нас много роликов поучительных для вас будет тоже. Да, мы на соревнованиях, мы на этом интересны. Ну как мне интересно. Мы же вот, например, вот сейчас перед вами, вот тут дедушка стоит молится. Вот, он был как раз в миссионерской поездке, заезжал в Баку от Азербайджана. И встречался с Мулой и его женой. И там вместе беседовали на квартире. У нас даже видеоролик стоит на нашем канале. Именно беседовали по Библии и как они понимают по Корану. И в иконы вы тоже верите? Иконы – это священные изображения. В них верить не надо. Они лишь только напоминают о тех событиях, которые происходили в Святой Библии. Не поклоняются, а для того, чтобы мы поклонялись первообразу, чтобы вам было понятно. То есть мы не иконы вот этой деревянной рамки кланяемся, а тому человеку просим у него защиты, у Бога, чтобы он за нас помолился. Если вы говорите именно о святых, которые изображены на иконах. Ну все, с Богом. Спаси Христос вас. Господи, пошли благовестников Твоих святых. Сохрани Русь. Дай, Господи, людям свет Евангелия Твоего. Пошли к ним благовестников. Из этой бездны греха подними народ, погибающий здесь. И пошли благовестников, Господи, к христианам, язычникам, мусульманам и буддистам. Чтобы они познали любовь Твою. Ибо Ты умер за грехи всех людей, Господи. Пощади. Помилуй. Да познают любовь Твою безмерную. Ты умер за нас, за всех на Голгофском кресте, Господи. Ты простираешь объятия всем и каждому. И говоришь, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. И научитесь от меня. Возьмите иго мою на себя, ибо иго моё благо. Ты позволил нам это испытать, довериться Тебе. Через уз и терния Ты провел нас. Слава Тебе. Господи, помоги донести этот свет для людей, которые погибают здесь, в бездне греха. В разврате, в пьяне и убийстве. Господи, водительство Духом Твоим, святым. Найди многие души, которые не знают Тебя. Ты сам сказал, никакой вор, пьяница, блудник, Царствие Божие не наследует. Его ждет геенский огонь и мука вечная. Слава Иисусу Христу. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш, сущий, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, Господи, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь. Ты, Господи, сам сказал, что всем надлежит предстать предсудилище Христово, чтобы получить соответственно тому, что Он делал, живя в жизни, доброе или худое. Господи, светом Евангелия, освети эту бездну греха, где позволил нам быть и засвидетельствовать. Открой истину Твою людям. Пошли благовестников по всему миру. Ты сам сказал, идите и проповедуйте Евангелие по всему миру. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А неверующий не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Аллилуйя. Слава Тебе. Ты достоин всяческой хвалы. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и ссори немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Слава Богу от Своей Сына и Святому Духу. И ныне и пристны. И во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас с молитвами Твоими. Святые ангелы, архангелы, Херувимы и Серафимы, молите Бога о нас. Пощади творение Твое. Господи, возри на страдания народа Твоего. Избави их от этой бездны греха, от воровства, пьянства, губительного, разврата и поношения. Лжи и отречения от Тебя. Научи нас жить не по лжи. Хвала Тебя, наш Господь. Слава Тебя, повестников Твоих всему миру, христианам и язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Дабы никто не погиб, но все пришли к познанию истины Твоей. Аллилуйя. Аминь. Слание Свое. Коснись сердец многих людей. Приведи их. Господи, даруй народу Твоему покаяния. Чтобы приняли Тебя, Спасителя, любовь Твою, что Ты умер за нас. Слава Тебе. Хвала Тебе, если и вся исполняя сокровища благих и жизней подателю. Приведи их, селись на нас, и очисти нас от всякой веры. И спаси благие души наши. Аллилуйя. Господи, пошли благовестников Твоих, христианам, язычникам, мусульманам и буддистам. Чтобы всех сиял свет истины, кроме Спасителя. Из этой бездны греха извлеки людей. Дай им покаяние, ощущение в крови Твоей причистой. О, Боже всемогущий. Ты сам сказал, весь мир сгорит в огне. В огне горит. Господи, Слово Евангелия, да прозвучит и в этой бездне греха. Мы спустились в этой рулетке, рулетка от дна адова, чтобы людям рассказать о Боге, о вечности, чтобы в ад не попали. Иисус Христос, Акбар. Иисус Акбар. Аллах Акбар. Аллах. Он единый Аллах. Единый Он. Иисус. Единый Бог. Иисус. Христос. У вас тоже написано в вашей книге Иса. Иса. Это про нашего Иисуса, да? Аллах. Аллах, Он единый Аллах. Аллах, это означает для всех. Всемогущий. А Слово Аля. То есть вы не знаете учения своего. Но вы умирать будете, судьей будет Христос. Вам надо принять Христа. Верой. Жить. Это Христа не наш. Не надо? Так а вы считали... Вы считали свой Коран-то хоть раз? Да. А там Иса. Кто такой Иса? Иса, кто такой? Иса, это Аллах. Это у него брат. Кто? Какой брат? Брат, брат. Что ты городишь-то? Брат у Аллаха. Иса, это Иисус Христос. Ты совсем ничего не понимаешь. Там Марьям написано. Марьям, это Дева Мария. У вас в Коране написано про нашего Бога. Это Бог никто не видел. Не видел, правильно. Его видеть нельзя. Он все собой наполняет. Когда умираешь, потом можно его видеть. А Сулейман, кто у вас? Сулейман, кто? А? Сулейман, кто? Сулейман, кто? Сулейман? Да. Прости и помилуй. Мы опустились в эту бездну адскую. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Господи, пошли благовестников Твоих к народу Твоему, не знающим Тебя. К христианам, язычникам, мусульманам и буддистам, чтобы они познали любовь к Христову всеобъемлющую. Аллилуйя. Господи, Боже наш, слава тебе. Помилуй страну. Господи, Боже наш, слава тебе. Ну, а мой. Живот. Чего ты делаешь это? А мой. На хуй не павел кучили. Не, это типа он за нас, кто-ли-нибудь. А прикинь, это повси. Неверенно сделал. Да, возьми. Хвала тебе, наш Господь, ибо нет иного Бога, кроме Тебя. Да, познают люди любовь Твою, что Ты, Господи, отдал Сына Своего Единородного Иисуса Христа за грехи всех людей. Ибо Ты так возлюбил мир, что отдал Единородного Сына Твоего Иисуса Христа на казе смертных мучений, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя, просвети народ Твой, научи ценить нас это мирное время. Господи, приготовь жителей всей земли к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступление от Тебя из этой бездны. Мы пришли сюда, чтобы людям рассказать о Боге, о любви Божией, что грядет суд Божий, чтобы люди покаялись во имя жертвы Христа, иначе их ждет за гробом огонь вечный. Мы договорим о наших... Вот это у нас YouTube есть, можете там все это найти, так называется. Открытым оком. Открытым оком во свете Библии. У нас там 14 тысяч роликов, там обо всем сказано. Там насчитанная Библия у нас есть, наши книги, занятия, миссионерские поездки. Потому что ни один грешник в рай не войдет, а спасение дает Христос, жертвуя своей. Он умер за нас, он ждет людей с покаянием. Если душа открыта, человек, какой бы ни был грешник, он может сказать, Господи, я поверил, что ты умер за меня. Ты простил меня. А всем говорим про грешность? Прости, все грешники. Господь праведен, Иисус Христос умер за нас. Он ждет людей с покаянием, потому что за гробом грешника ждет огонь. Вечный огонь, никогда не кончаемая мука. Это Слово Божие об этом говорит. Об этом нам говорит Святая Библия. Об этом говорил мне Божий отец. Это сегодня человек думает, что он что-то значит. Вы ошибаетесь, об этом сын Божий. Господь приучает нас к смирению, к правде. Умирали люди, когда они не ждали. И одна женщина была легкого поведения. И когда она умирала, рассказывает, как демоны окружили ее, как тащили в огонь. Бог ее воскресил. И она теперь служит Богу. Мария, Мария. Мы из Барнаула. У нас женщина тут. Клавдия Стежановна. Мария, которая родила... Нет. От Отца. Можно ничего не говорить. Просто взять Писание, считать Евангелие и найти Христа. Он спаситель. Вы знаете, как Мария взяла? Вы какой Мария? Отцена Писания. Вы знаете, Писание. Я вам возвещаю чистое евангельское учение. Вам надо внимательно слушать, потому что к вам больше никто не придет. Мы посланники Божьи, православная церковь. Мы заботимся о вас, которые на дно опустились здесь, на дно ада. Мария, как она орила Иисуса, скажите. Магдалина? Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Как она взяла? Вы можете зайти на наши ресурсы, и здесь подробно все найдете написанное. Себе запишите. Вы даже не можете сказать, а я знаю. Я вам ответил. Спасение во Христе, другого нет пути. Он говорит, я есть путь истинной жизни. Ну нет, табличка у вас сейчас повесена. Это нормально? Вы когда будете совершенно трезвы, зайдите на наш ресурс, и вы услышите свое. Простри руку твою, извлеки людей из этой страшной бездны греха, разврата, пьянства, табака, курения, лжи, отступничества и клятва преступления. Дай им покаяния, коснись сердец правителей. Дай им страх твой святой, дабы издавали мудрые законы и сохрани их от покушения на них. Слава тебе! Пошли твоих благовестников, о сыне твоем и народном Иисусе Христе, к язычникам, христианам, мусульманам, буддистам, дабы все познали любовь твою. Ты отдал жизнь свою за наш, чтобы мы верили в тебя. Слава тебе, единый вечный Бог, хвала тебе, милосердный Создатель, пощади страну российскую, пошли и добрых правителей, священство пробудил, избави его от сребролюбия и алчности, от симонии греха, дабы церковь твоя сияла всеми огнями, как город на вершине горы. Аллилуйя! Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного в жертву за грех. Я заслужил, ты одаруешь нам. Аллилуйя!